Добрый час, друзья! Итак, это видео-вебинар на тему того, как выбрать для себя мастера. Как это сделать безопасно? Как подобрать специалиста, консультанта, мастера или практика, который поможет именно вам в вашей ситуации? Безусловно, это актуально для всех, потому как, когда у тебя возникает какое-то затруднение, какая-то ситуация, какой-то запрос или вопрос, ты, безусловно, естественным образом начинаешь искать для себя того, кто может помочь. И эти процессы поиска, они бывают несколько разными. Я сейчас расскажу вам о том, как это сделать более гармонично, более разумно, более эффективно для себя. И с вами я, Видана Лада. В двух словах я расскажу о себе, чтобы просто вы понимали, кто проводит этот вебинар. Во-первых, изначально, когда я начинала практиковать эзотерику, а это случилось где-то около 25 лет назад, то есть все это время я уже в практиках, я изучила вначале астрологию. И до сих пор практикую и преподаю именно лунную астрологию и, естественно, лунную магию. Затем я изучила целительство и получила посвящение и сертификат с подтверждением Минздрава, в котором сказано, что эти практики безопасны, практики исцеления, и противопоказаний не выявлено. Ну и, естественно, за годы работы я накопила достаточно много результатов от тех, кто обращался ко мне по вопросам здоровья или исцеления ситуаций. Далее я изучила Таро. И, конечно, провожу расклады на Таро, преподаю, консультирую. После чего я изучила руны, руническую магию, и по-прежнему практикую и преподаю эту тему. Именно курс мой авторский «Руническая магия». А также я маг нового времени – это тот, кто знает магические ритуалы, которые производятся в балансе, в гармонии со Вселенной и со всеми стихиями. Итак, до сих пор по-прежнему я практикую и преподаю астрологию, лунную и преподаю лунную магию, любовную магию, денежную магию, лунную магию, целительство, руны, таро. А также у меня есть ряд авторских программ, которые я также предоставляю. Не буду сейчас рассказывать обо всех программах, их много, их порядка 250 разных. Когда вам захочется, я уверена, что вы найдете меня в сетях, сможете написать мне в личные сообщения, и я подскажу вам, как в вашей ситуации можно действовать с помощью моих практик и программ, те, которые я даю и преподаю. А теперь мы вернемся с вами к нашему основному, к основной теме нашего разговора, нашей встречи. Итак, друзья, вот у вас появилась какая-то ситуация, или запрос, или затруднение, или вопрос, и вы хотите, естественно, найти того, кто вам поможет, подскажет, или даст ключи, даст практики для трансформации, для решения ваших ситуаций. И когда вы формулируете запрос, неважно, вы делаете это подсознательно, или вы делаете это осознанно, в любом случае ваш запрос содержит определенный посыл в информационное пространство, которое вас окружает, которое каждого из нас окружает, и которое существует, да, вокруг нас. Мы живем в этом информационном энергетическом пространстве. Итак, вы формируете запрос, и этот запрос уже содержит внутри себя определенный посыл. И эти посылы, они как раз и делают возможным встречу с вашим мастером, подходящим для ваших задач. Что значит посыл? Посыл – это определенная конфигурация. Да, может быть, такими техническими терминами, но я объясню вам, как у вас это обычно происходит. Итак, допустим, у вас возникла ситуация, и вы, повторюсь, подсознательно или осознанно делаете запрос. Ну, мол, было бы здорово кого-то найти, чтобы кто-то помог. Или мне нужен мастер-специалист, который мне поможет. Или просто подсознательно возникает запрос на то, что мне нужна помощь. И, естественно, Вселенная, окружающее информационно-энергетическое пространство, получив этот запрос, естественно, начинает реализовывать. И вам как будто бы случайно встречается какой-то человек. Или вы случайно от кого-то узнаете о том, что есть такой-то, такой-то мастер. Ну, на самом деле это, конечно, не случайно, потому как вы сделали запрос, и в этом запросе был определенный посыл. Так вот, в каждом запросе, как я и говорила, есть разная конфигурация. Например, кто-то любит халяву, кто-то в этом запросе думает, осознанно или неосознанно думает. О, было бы клево, если бы мне сейчас кто-нибудь вот просто так пришел, да и даром бы помог, вот такая волшебная палочка, вот так вот раз, и у меня все проблемы отвалились, и все решилось, и я вообще лежу на диване, ничего не делаю, и все это даром. Ну, смешно, правда? Вот это вот все, что я рассказываю, это звучит смешно. Конечно, безусловно, в таком запросе и в таком посыле вы непременно получите мастера. Вы получите такого же по запросу мастера, который, ничего не делая, просто лежа на диване, скажет вам какую-нибудь ерунду. Ну, или не ерунду, может быть, даже что-то интересное и ценное. Но, по сути, вы же получаете это даром, и в сущности ничего принципиально нового в вашей жизни не произойдет, кроме потраченного времени. Ну, вы же получили даром. Ну, что ж, вот и получите, распишитесь, как говорится. Хорошо. А также у вас может быть запрос, мол, как бы сделать так, чтобы вот, может быть, и мастер хороший, и практика эффективная, но так как я сейчас не особенно могу там дорого заплатить за это, кстати, понятие дорого у всех разное тоже, вы делаете запрос на мастера с какой-то акцией, с какой-то скидкой, с бонусом, с подарком. Да, это возможно, и вы его получаете. Но я, кстати, сама испытывала на себе все эти разные варианты запросов, поэтому я в первую очередь, как реализованный мастер, я всегда говорю, я не теоретик, я практик. И вот я вам говорю по своим, в том числе, по своему опыту, по своим практическим каким-то действиям, хочется тебе халяву, да ты ее получишь, но ты не будешь ее ценить, ты не сделаешь каких-то глобальных перемен по ситуации. Или у тебя есть запрос, и ты хочешь получить мастера со скидкой, там, с подарком, с бонусом, с акцией. Пожалуйста, ты его получишь, и это очень здорово, потому что такие ситуации, это всегда скорая помощь. Допустим, мне срочно что-то нужно, но у меня сейчас, как мне кажется, нет достаточной суммы для того, чтобы оплатить такого уровня мастера, такого уровня специалиста, и я в запросе это формулирую, я получаю в ответ высококвалифицированного мастера по моему вопросу, и как раз сейчас у этого мастера идет акция, и, предположим, его консультация обычно стоила бы 5000 рублей, а вот именно сегодня я могу получить ее за 1500. Здорово, 1500 мне сейчас подходит, и я, естественно, заказываю эту консультацию, получаю, и я реализовала свой запрос, то, что мне хотелось, я получила. Однако это бывает далеко не всегда, и это бывает не так уж часто, и потом такие акционные консультации, они, как правило, сиюминутны, краткосрочны, кратковременны, а когда, например, я хочу для себя качественного, высококвалифицированного мастера, который даст мне практику, консультацию или энергоработу качественную, надежную, пролонгированную во времени, чтобы это на самом деле произвело глубокие трансформации по моему запросу, по моей ситуации, то, безусловно, я делаю запрос на этого мастера, и я четко осознаю, что в зависимости от моей ситуации и от уровня квалификации мастера это взаимодействие, это партнерство, естественно, будет не безоплатным, оно будет платным, и я готова оплатить этому мастеру его время, которое он тратит на меня, его знания, его энергию, которую он направляет в мою сторону, и его труд для того, чтобы мастер реализовал какие-то мои запросы, то есть помог мне трансформировать ту или иную ситуацию, понимаете? И тогда, естественно, я встречаю именно такого мастера. И, конечно, я делаю, я предоставляю обмен, и этот обмен для меня может быть, кстати, недешевым, он может быть довольно значимым для меня, и когда я предоставляю обмен и получаю в ответ консультацию или какую-то другую мастерскую помощь и поддержку, то я, конечно же, получаю глубокие изменения в своих ситуациях и реализовываю свои запросы, понимаете, да? Схема, она очень проста, то есть когда ты встретил мастера, который тебя обманул, не сделал тебе то, что ты хотел, или что-то такое вот происходит некомфортное, неправильное, как бы негармоничное, дорогой, ну ты посмотри сам на себя, какой запрос ты делал. Ты хотел сэкономить, ну что же, ты сэкономил, но ты не получил результата, понимаешь? Вот, либо ты получил по акции вообще в подарок, ты потратил чье-то время, понимаешь? Ты забрал у человека время, силы, энергии, ты не дал ничего в ответ. И, естественно, Вселенная, она всегда выравнивает баланс. Тот мастер, который предоставлял тебе акционные консультации в подарок без оплаты, этот мастер в любом случае от Вселенной получит отдачу в виде других заказов, в виде какого-то другого обращения к нему платного, естественно. И этот мастер будет делать качественно, ну если он мастер достойного уровня, то он будет качественно предоставлять тебе подарочные услуги и консультации, зная и понимая по своему опыту, что Вселенная в любом случае выравнивает баланс и отреагирует разумно. Однако ты, получив в подарок, что ты можешь дать в ответ мастеру? Ты думаешь, что мастер должен обязательно тебе все делать даром? Нет, дорогой, это не так. У мастера есть своя личная жизнь, у мастера есть свои задачи на развитие, на духовный рост, на какие-то другие моменты жизни. Мастер не обязан тебе делать все даром. Это абсурд думать, что мастера, целители или другие люди должны непременно тебе все помогать и делать без оплаты. Это не так, это неправда. Так вот, что ты предоставил мастеру в обмен за его труд, за его подарок, который ты получил по акции? Хорошо, если ты не оплатил деньги, то ты можешь написать мастеру отзыв, поблагодарить его, пожелать ему всего самого лучшего, порекомендовать его, в крайнем случае, кому-то из своих знакомых, понимаешь? То есть, в любом случае, обмен важно предоставить в любой форме. А если ты не делаешь этого обмена, а ты просто потребляешь, потребляешь и потребляешь подарочные услуги, то в какой-то момент я точно знаю, что у тебя произойдет схлопывание. Эти практики перестанут работать, и ты будешь грешить на мастеров. Ты будешь говорить, это мастер плохой, его техники не работают, но, друг мой, это не так. Ты посмотри сначала на свои действия. Ты получил что-то, сделай обмен. Ведь если ты мастеру не сделаешь отзыв, благодарность, рекомендации или просто хотя бы пожелание, искреннее пожелание удачи, успеха и процветания, то ты все равно заплатишь за эту полученную услугу. Просто ты заплатишь некомфортно для себя. Где-то ты потеряешь телефон, где-то ты потеряешь очки, не дай бог кошелек, карту, документы или произойдет что-то еще другое, вселенная все равно заберет у тебя плату. Понимаешь? Кстати, на эту тему у нас запланирован мастер-класс, который так и называется «Плата за плату. Какие есть варианты взаимоотношений, как можно выравнивать обмен, как исключить вампиризм» и так далее. И когда ты примешь решение, что тебе это интересно изучить, запишись, и я тебе дам этот вебинар «Плата за плату». Там я более детально и подробно рассматриваю все возможные варианты взаимоотношений для выравнивания баланса. Ну что ж, движемся дальше. Допустим, ты нашел мастера, и он квалифицированный. И этот мастер, допустим, предоставляет услугу, которая везде у всех аналогичного рода мастеров с аналогичной квалификацией, допустим, эта услуга стоит 10 тысяч рублей. Однако, конкретно этот мастер, к которому ты обращаешься, говорит тебе «Я тебе сделаю дешевле, я тебе сделаю подешевле, я тебя пожалею, я сделаю тебе подешевле». Смотри, что происходит. Во-первых, мастер в данном случае, ну, в некотором смысле неправ. Он не может давать тебе дешевле то, что имеет определенную ценность. Ну, это, во-первых, нарушение, да? Во-вторых, когда ты получаешь что-то, что стоит 10 тысяч рублей, ты получаешь это, например, за 4 500. Например, что происходит? Ты не можешь этим полноценно пользоваться. Не можешь. У тебя в любом случае начнутся сбои, перебои и так далее. Почему? Потому что для тебя, ну, то, что ты купил за 4 500, а это стоит 10, ты не вложил, понимаешь? Ты не вложил свою энергию, чтобы забрать эту практику для себя, понимаешь? Просто в эзотерике существует всегда правило баланса, правило обмена. И это то же самое, как если бы тебе, допустим, очень-очень дорогостоящие, там, допустим, процедуры дантиста или косметолога или парикмахера доставались бы за 100 рублей. Во-первых, ты бы перестал ходить к этому дантисту, к этому косметологу и к этому парикмахеру. Проверь себя, попробуй. Да, если за 100 рублей тебе какой-то ученик делает стрижку, да, ты, может быть, время от времени сходишь, потому что ты чувствуешь, что это разумный обмен. Он ученик, ты даешь 100 рублей, и ты согласен с тем, что, возможно, будут ошибки в твоей стрижке. Однако, когда ты идешь к серьезному стилисту, у которого стрижка стоит там 1800 или 2500, и ты платишь ему раз 100 рублей, два, три, во-первых, квалификация мастера тут же снижается в твоих глазах, и ты понимаешь, что дом какой-то странный, даже подсознательный. Ты думаешь, первый раз ты обрадуешься, о, я получил стрижку за 2500, которая стоит, я получила за 100, и ты сначала обрадуешься. Но со временем, со временем, ты перестанешь ходить к этому мастеру, ты начнешь пропускать запись, ты перестанешь его уважать и так далее, понимаешь? Потому что ты будешь чувствовать, что здесь какое-то есть нарушение. И то же самое происходит с практиками. Если тебе какой-то мастер обещает практику, которая стоит 10 тысяч рублей, выдать за 4500, будь уверен, что ты получишь эту практику ровно на 4500, а то и на 3000, ну, образно, да, условно. То есть ты не получишь полноценно эту практику. И, на мой взгляд, мастер, который совершает это действие, он точно так же совершает ошибку. Возможно, его мастера не научили, что ни в коем случае нельзя нарушать обмен, нельзя нарушать баланс. Иначе получается, что когда мы в кавычках жалеем клиента, и когда мы ему якобы делаем добро, давая ему то, что стоит 10 за 4500, то мы таким образом обесцениваем клиента, мы его инвалидируем. То есть мы думаем, да, он такой бедный, несчастный, он же не может 10 тысяч заплатить. Раз, и ты сделал человека инвалидом, ты его сделал неспособным. Понимаете? Вот какую ошибку допускают мастера. Можно ли сделать по акции? Бесспорно, можно сделать по акции. Но тогда эта акция тоже должна быть балансно простроена, чтобы либо человек сделал репост, поделился, написал отзыв, написал комментарий, добавил тебя в друзья, подписался к тебе на канал, сделал видеоотзыв или фотоотзыв, и также порекомендовал тебя друзьям. Понимаете? Иначе будет нарушение, и обе стороны не получат достойного результата. А еще больше того, когда ты получаешь без оплаты и ты не делаешь обмен мастеру, то возникает что? Правильно, кармическая связь, кармический узел завязывается. То есть ты в любом случае этому человеку уже должен. А зачем? Зачем тебе нужно становиться должником у каких-то мастеров? В этом нет никакого смысла, это неразумно, будь свободен. Есть мастер, оплати ему услугу, получи, все, вы свободны друг от друга. Точно так же, как если ты мастер, и ты делаешь, ну, якобы, в подарок, якобы, пользу, якобы, ты там, жалеешь человека, якобы, ты хочешь показаться таким добреньким, таким хорошеньким. Сейчас вот все дают за 10, а я буду давать за 4 500, но ты тоже завязываешь кармический узел, понимаешь, если ты мастер, услышь меня, пожалуйста, это неразумно, это небалансно, это не экологично, как минимум. Вот. А также, теперь мы разобрались, да, что нужно обязательно делать балансный обмен, что важно правильный запрос формулировать на поиск мастера, а также есть еще очень интересная особенность. Смотрите, друзья, когда вы выбираете мастера, вы приходите к нему, и вы, ну, как бы обсуждаете с ним свой запрос, свою ситуацию. Затем мастер дает вам какие-то рекомендации, дает вам определенные действия или шаги, ну, там, сделай то-то и то-то, пойди туда и туда-то, там, проведи какие-то, такие-то практики, вот, либо я за тебя проведу, но тебе нужно подготовить то-то и то-то. И иногда бывает, что мастер говорит, что сделать, а ты не делаешь. Понимаешь, ты уже и мастера нашел квалифицированную, ты заплатил ему разумно, и мастер дает тебе практику, а ты не делаешь то, что мастер тебе дает. В данном случае получается, что ты, по сути, ну, как бы делаешь перенос ответственности на мастера. Если ты не будешь делать то, что мастер тебе говорит, мастер не может тебе помочь. Понимаешь, потому что мастер живет своей жизнью, у него есть своя жизнь, своя реализация. А когда ты просишь мастера что-то сделать, он тебе дает рекомендации, а ты им не следуешь, то, по сути, это ты безответственно относишься к себе, к своей ситуации, к своей жизни. Ну, что ж, задавай вопросы себе, почему ты этого не делаешь. Может быть, ты хочешь оставаться с этой ситуацией, может быть, ты и не хочешь перемен, может быть, тебя устраивает та неприятность, которую ты имеешь, и тебе не обязательно с ней разбираться, ну и живи тогда так, понимаешь, зачем ты тогда мастера беспокоишь. Вот о чем речь. И еще, каждый раз, когда мы жалуемся, и я такая же была, я тоже, встречая лже-мастеров или встречая людей, которые не дают результата, я тоже сетовала и жаловалась на то, что вот он такой сякой, он вообще там ничего не может, он мне не принес никакой пользы, даже если я оплатила. Так вот, ребят, есть одно правило, есть один принцип, и, на мой взгляд, это очень важно просто вот навсегда запомнить для себя. Каждый ученик получает того мастера, которого он достоин. Каждый ученик получает того мастера, которого он достоин. Каждый студент получает того мастера, который он достоин, и каждый клиент получает того мастера, которого он в настоящий момент достоин. И, иными словами, Если ты притянул в свою жизнь неадекватного мастера, который не смог тебе помочь, который тебя обманул или дал что-то, но это что-то не работает, или ты не можешь понять этого мастера. Дорогой, ну это твой запрос, понимаешь, это твои, ну, как бы проблемы. То есть ты привлек неадекватного мастера, значит, ты сейчас этого достоин, понимаешь? Может быть, ты не четко понимаешь свою ситуацию, может быть, ты неправильно сделал свой запрос, может быть, ты как-то совершенно не хочешь решать эту ситуацию, поэтому приходит, ну, пустышка, да, приходит мастер-пустышка, иногда даже приходит и хороший мастер, но он не может тебе помочь, потому что у тебя есть своя внутренняя установка. И эта внутренняя установка, она может быть даже неосознанной, она может быть подсознательной. Вот я очень четко вижу таких людей, приходят ко мне, например, у нас сейчас есть подарочная практика, называется клевер, это денежная практика. И в этой практике есть люди, которые каждый раз говорят, ой, я что-то делаю, но у меня что-то не получается, ой, я что-то делаю, но эта практика не работает. При этом, при всем, подавляющее большинство, которые на этой подарочной практике, у них все работает, но всегда находится какой-то небольшой процент людей, у которых работающая, эффективная практика не работает. Ребят, я вам дам совет, ну, если хотите, конечно. Каким образом можно сделать так, чтобы эта практика у вас сработала, чтобы она у вас включилась? Ребят, перестаньте потреблять подарочные услуги, начните оплачивать мастерам, даже за подарки. Вот я знаю, просто есть ситуации, когда я дарю что-то, да, человеку, ну, вот искренне дарю по разным причинам, потому что, например, человек у меня приобрел несколько программ. Я, в принципе, имею право сделать ему подарок, да, как вот жест благодарности за его доверие ко мне, как к мастеру. И бывают такие случаи, когда я человеку подарила, а разумный и адекватный человек пишет мне, Лада, я тебя очень благодарю, я хочу оплатить тебе этот подарок. Представляете, я точно знаю, что человек, который оплачивает подарки просто в любой сумме, донейшн, вот любое добровольное пожертвование от сердца, у этого человека этот подарок будет работать намного эффективней, нежели у того, кто просто потребляет, потребляет и потребляет подарочные практики и программы. В какой-то момент такие потребители, они схлопываются, то есть у них перестают практики работать. И это не потому, что мастера плохие, потому что мастера, они на самом деле могут иметь очень эффективные, действенные практики. Но здесь вопрос оплаты. Я всегда говорю, когда я делаю консультации на рунах и таро за донейшн, донейшн – это добровольное пожертвование, добровольный взнос, добровольная плата от сердца, да? То есть ты просто думаешь, вот насколько для меня сейчас ценно. Ну, я оценю для себя это сейчас в тысячу рублей или в пять. У меня было такое, что мне дали донейшн 12 тысяч рублей за один расклад. Просто человек вот оценил в эту сумму информацию, которую я ему дала на консультации по таро. Так вот, в какую сумму ты оценишь, такую пользу ты и получишь, понимаешь? То есть не мне важно, какую сумму ты назначишь донейшн, а тебе это важно. И я всегда говорю, ты выкупаешь для себя информацию, ты ее выкупаешь. Ну, хочешь, забери на 100 рублей, хочешь, забери на 800, хочешь, забери на 3000 рублей. Ты как только платишь донейшн, тут же включается поток, он тебе приходит, этот поток информации и энергии. И эта информация и энергия помогает тебе выровнять или уладить твою ситуацию. Вот в чем секрет. Это такая магия профессионализма, когда ты обращаешься к эзотерикам. Да, в общем-то, и не только к эзотерикам. Я тебе больше того скажу. Я проходила эти сценарии, мне они сейчас совершенно неинтересны. Когда я хотела быть добренькой и хорошенькой, и когда я раздавала подарки направо и налево, и делала это совершенно без оплаты, в ущерб своему времени, в ущерб себе, что происходило? Я начинала испытывать дефицит времени для себя. Но я же всем раздаю, я же такая хорошая. Я и этому дала, и этому дала. Понимаете? Раздавала, раздавала практики. И в какой-то момент началась такая критика в мой адрес. Это проживает любой мастер. Когда ты даешь в подарок много, или с большими скидками, или ты даешь там в кредит без оплаты, люди начинают тебя критиковать. Это первый признак того, что ты делаешь что-то не так. Люди начинают критиковать, они просят возврат денег, они начинают критиковать практику, которую ты им дал, и так далее. Понимаете? Дорогие мастера, это информация для вас, но и дорогие пользователи магических и эзотерических услуг, это тоже информация для вас. Вы не будете уважать мастера, который дает вам постоянно подарки или бонусы со скидкой. И когда мастер ценит себя, ценит свое время, ценит свои знания, свою энергию, он назначает эту цену, ты принимаешь эти условия, ты берешь у мастера по его, ну грубо говоря, тарифам, да, и ты получаешь определенную свою пользу, эффект и результативность. И тогда ты получаешь доверие к этому мастеру, а мастер получает заслуженное уважение. Понимаете? Ведь если мастер сам себя не уважает, ну кто же будет его уважать? Никто. Хорошо. Ну, это, в общем-то, все, что я хотела на сегодня сказать на эту тему. Повторюсь, есть отдельная программа, которая называется «Плата за плату», и там мы рассматриваем многочисленные комбинации того, как могут происходить обмены, как отсоединиться от паразитов, которые постоянно у тебя просят и просят и просят, как сделать, выровнять обмен, если уже произошла услуга, но она не работает, что нужно для этого сделать, как выбрать себе мастера, как выбрать клиента и по каким параметрам отслеживать вот этот баланс, это равновесие, чтобы ты оставался в форме, чтобы ты был доволен собой, своими практиками, и клиенты тоже были довольны и получали свои результаты. Вот такой мастер-класс, такой вебинар мы планируем провести, он будет в прямом эфире или в записи, его можно приобрести, так что записывайтесь заранее. А пока это все, с вами была я, Видана Лада, и жду ваших вопросов. Подписывайтесь на канал, ко мне на страничку в Инстаграм, ВКонтакте, а также у меня есть канал в Телеграм, можете прийти, я там тоже раздаю разные лайфхаки. Ну что ж, пока все, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok